Добрый день, жарим подписчики! Рад приветствовать вас на своем канале Relevant SEO. Сегодня мы с вами продолжаем обзор наиболее актуальных и перспективных проектов и поговорим о проекте The Dale Coin. Сразу же хочу сказать, что этот проект из себя представляет. The Dale Coin это децентрализованная система кредитования P2P. Проект призывает к глобальному финансовому сектору с лозунгом «Мы финансируем любую сделку, давайте работать вместе». Такой лозунг именно у этого проекта. Следующее поколение кредитования основывается на децентрализованных платформах, объединяя знания в блокчейн-технологии с реальным финансовым опытом. То есть мы имеем систему, предоставляющую возможность кредитования на основе блокчейн-технологии. То есть кредитования, грубо говоря, в криптовалюте. Идея проекта не новая, подобные проекты уже были и мы разбирались, но хочется отметить некоторые отличия этого проекта от всех остальных. Ну и чтобы увидеть хоть какие-то первые отличия, необходимо сразу же посмотреть white paper этого проекта. Но прежде я скажу, что в настоящий момент проходит публичная распродажа, то есть public token sale, и уже собрано более чем 17 миллионов долларов. Это 34% от общего количества выпущенного для распродажи. Далее хочется уже перейти к самому white paper проекта. Сам white paper проект у нас представлен достаточно в таком качественном виде. Сейчас он у нас прогрузится, и я вам его покажу в полном объеме. Так все, наш white paper прогрузился. Как мы видим, он включает в себя 37 strings. На настоящий момент представлена версия white paper 3.3. То есть мы видим, что над white paper проводятся работы, white paper развивают, white paper дополняют различные информации. Сразу же стоит, здесь написано soft cap проекта 5 миллионов долларов, hard cap 50 миллионов, то есть как мы увидели 17 миллионов долларов уже собрано. Это говорит о том, что soft cap проекта уже преодолен в более чем в 3 раза. Для инвестиций в проект можно использовать биткоины или эфириумы. Один коин в переводе на доллары стоит 10 центов. Другие методы также принимаются. Рипл, либо различные криптовалюты. Распределение токенов производится через 14 дней после окончания распродажи. Ну и далее здесь уже в white paper представлена информация по именно самому проекту ZDL Coin. То есть что он из себя представляет. Здесь представлены различные схемы, как работает этот проект, как то есть сочетаются, грубо говоря, заемщики, кредитор в таком простом виде. То есть видно, как предоставляются, то есть деньги, как они проходят через контракт, как получается DL Coin, как он переводится в фиатную валюту, либо в криптовалюту, и как она переходит к заемщику. Об этом всем вы можете также более подробно почитать. Здесь информация представлена в достаточно таком объемном и доступном виде, но, к сожалению, только на английском языке. Поэтому, если вы не обладаете знаниями английского языка, в этом плане могут возникнуть некоторые проблемы. Также они решаются достаточно просто. Грубо говоря, взяв текст и вставив его в онлайн-переводчик, вы получите всю необходимую информацию о проекте. Здесь также представлена информация по команде проекта, но о ней мы поговорим чуть позже, посмотрим ее именно представление на самом сайте. Здесь основу вейдпепера я вам показал. Дальше уже, что вам будет более интересно, вы сможете ознакомиться с этим самостоятельно. Дальше я предлагаю вернуться к самому сайту проекта, посмотреть более подробную информацию по проекту. Продолжить обзор я бы хотел также сказав пару слов о рейтинге проекта. Рейтинги проекта достаточно хорошие, например, трек-си-си-си-си-си-холдер и токенс 24 дают проекту рейтинги достаточно высокие, равные примерно 4,5, что достаточно является таким хорошим рейтингом для на текущем рынке ICO. Здесь снова представлена схема, которую мы рассматривали в вайтпепере, то есть как происходит связь, как происходит вся работа, то есть все это мы смотрели. Также советую посмотреть видео по DL-Coin, здесь представлено в видеоформате информация о проекте. Ну и помимо этого, здесь мы можем посмотреть, то есть когда и с каких моментов проводится распродажа токенов, то есть Pre-sale проходил с 29 марта, он проходил одну неделю, был бонус 20%, далее вторая неделя, третья неделя, сейчас проходит Public Token Sale, он начался 4 мая и продавался целых 12 недель, то есть у вас еще есть достаточно времени для инвестиций в данный проект. Ну, эту информацию мы также с вами рассматривали и что также важно отметить, DL-Coin базируется на новом протоколе ERC не 20, а ERC 827. Это более совершенный протокол, который используется в сети Ethereum, но уже такой более совершенный, но к которому прибегает пока мало компаний. Вот, это основное, так скажем, отличие проекта DL-Coin, они, так грубо говоря, вводят в свой проект новшества. Здесь также представлена информация по распределению токенов, то есть от общего количества токенов 4% идет для Bounty, 6% для Advisors, 10% для Devine Team, то есть разработчики проекта, остальное и Founders, и Token Sale, то есть распродажа. Ну, и здесь, как я говорил, уже более подробно посмотрим саму команду проекта. Здесь о каждом из членов команды проекта вы можете получить полную информацию, то есть что они из себя представляют, какой опыт имеют, какие достижения у них за плечами, так скажем. То есть о каждом из них вы можете получить более подробную информацию, как на сайте, так и что также важно в социальной сети LinkedIn, то есть вы можете посетить профиль каждого из них в социальной сети и посмотреть, что они из себя представляют, и вообще реально ли это люди, или это какие-либо постоянные активы. Сразу скажу, что все эти люди уже проверены реальные и верификация их личности пройдена, все их личности подтверждены. Ну и также стоит отметить адвайзеров проекта, адвайзеры это так называемые консультанты, а с ними, с каждым из них вы тоже можете познакомиться более подробно, то есть здесь о каждом из них представлена информация, какой опыт они имеют, чем они занимаются, в какой сфере развиваются и чем они уже на данный момент известны. То есть о каждом их достижениях вы здесь можете также узнать и ознакомиться со всем этим. Ну и стоит отметить roadmap проекта, компания была сформирована еще в мае 2015 года, ну и далее здесь представлен roadmap, то есть до 2001 квартала 2019 года, когда планируется за launch of P2P, то есть запуск P2P именно проекта ZDL.com. На этом все, основу проекта я вам показал, постарался отметить важные части этого проекта, далее уже, что вам более интересно, более важно, с этой информацией вы можете ознакомиться на на самом сайте, то есть вы здесь можете, если вам интересно, интересен сам проект связи, то есть как происходит работа, здесь вы можете более подробно на сайте ознакомиться, здесь все описано для каждой, то есть для инвесторов и так далее, для администраторов, вся эта информация здесь представлена, ну и также советую вам более подробно ознакомиться с WhitePaper проекта, ну и также что не отметил, для покупки токенов необходимо нажать Buy Now, то есть пройти регистрацию и далее уже в личном кабинете вам будет открыт доступ для инвестиций в данный проект, ну и на этом уже точно все, спасибо за внимание и до новых встреч!